Всем огромный привет, друзья, и я безумно счастлива стоя сейчас перед камерой. Честно, не планировала съемку этого ролика, потому что я встала, чтобы записать ролик для Инстаграма о радостной новости. Руки мои так оттянулись, переверну эти камеры в горизонтальный формат, просто поговорить с вами. Я знаю, что это очень неожиданное включение, но моя душа или что-то внутри меня жаждет записывать периодически ролики на YouTube. В планах у нас в дальнейшем, в будущем, открыть новый канал, уже связанный с христианством, который будет посвящен конкретно Богу. Конечно же, хочется делать его в таком более профессиональном формате, и на это нужно будет время, и, конечно же, знак от Бога, что мы готовы его начинать. Вернулась Виолетта, которая поняла, что на заднем плане была сушилка, и ее нужно было бы убрать. Так вот, те, кто не знает, мы в данный момент ведем христианский TikTok, у нас на нем уже более 60 тысяч подписчиков. Вообще, в начале мы создали TikTok на тематике, которую не ведут человека к Богу. Да, не развлекательного формата, честно сказать, первое время мне нравилось, так как я люблю съемку. Любая съемка для меня, она в наслаждении. Но со временем я начала замечать, что выкладывая ролик, и даже если он набирает 30 тысяч просмотров, я не получаю от этого наслаждения. В один прекрасный момент я задала себе вопрос, скорее всего, он был навеян от Бога также. Виолетта, если твой ролик наберет, ну, будут они набирать по миллиону просмотров. А мы в тот момент начали рассказывать о новостях TikTok. В принципе, эта тематика, да, она актуальна, потому что на новостях можно очень большой ловить прирост просмотров и подписчиков, потому что люди любят что-то новое, да. И вот они начали у нас набирать просмотры, и я задаю себе вопрос. Виолетта, а ты действительно будешь продолжать снимать ролики, и тебе действительно это будет нравиться? Ну, то есть вот они будут набирать миллионы просмотров. Ты готова, что тебе придется делать этот контент на постоянной основе? К чему я клоню? К тому, что как и произошло с этим каналом. Когда я перестала снимать про Instagram, то, естественно, YouTube это не понравилось. И вот я задаю себе тот же самый вопрос. Я такая думаю, Виолетта, ты не думаешь, что твоя история повторится? И то, что со временем ты просто забросишь TikTok, потому что ты не захочешь делать что-то не от души, от сердца, а делать только ради просмотра. Слава Богу, да, что так произошло. Вы спросите, так ты же могла сразу начать у TikTok о Боге. Но это легко сказать, когда вы только пришли к Богу. Вы не являетесь не то что экспертом, вы вообще только покаялись. Вы только узнаете, что такое Иисус, почему Дух Святой, почему Бог Триедин. Вы сами в этом разбираетесь. У вас еще недостаточно не только знаний, да, потому что в сфере именно Бога знание это важно. Но самое важное это откровение. Когда Бог снимает пелену с ваших глаз, да, когда одна вещь, вы смотрели на нее, и вы думали, что она такая, но когда приходит откровение, снимается пелена, и вы понимаете, нет, эта вещь была абсолютно другой. И это уже не знание, это откровение и ваш опыт, но на основе, конечно же, Бога, да, основе того, что Бог открывает вам. Я даже написала на листочке, мы с Ильей договорились, что когда наши ролики в ТикТоке начнут набирать от 30 тысяч просмотров на каждом ролике, я не помню точно, и 10 тысяч подписчиков у нас будет, мы будем делать второй ТикТок во славу Бога на христианскую тематику, да. Но получилось так, что сейчас основной наш контент это о Боге, и я просто безумно счастлива, что это так. Я всегда, вы знаете, кто давно смотрит меня, я всегда восхищалась теми людьми, и в том числе собой, когда у меня это получалось. Когда можно совместить любимое дело, которым ты живешь, и совместить его с делом, которое может приносить людям пользу, и плюс это может приносить какую-то, ну, прибыль, да. И вот мы опять перестали вести ТикТок, но на самом деле, вот кто-то сейчас это слушает, и это тоже для кого-то сейчас знак, что не всегда нужно продолжать биться. Иногда важно взять паузу, пауза была долгая, и знаете, в моей жизни действительно очень много пауз, которые на первый взгляд казались мне застоем в моей жизни. Но через время, смотря на них, я понимала, что если бы не эта пауза, то я бы продолжала делать те дела, которые не вели меня к успеху. Кстати, впервые, наверное, за историю канала, в плане уже, когда я снимаю действительно в осознанном возрасте, я снимаю на телефон. Сейчас, да, возможно, будет какой-то сумбур, потому что я сама за какое-то долгое время выхожу сейчас в социальную сеть, что к вам в YouTube, да, драгоценную, чтобы поделиться чем-то, что длилось на протяжении долгого времени. И если вам интересны какие-то конкретные промежутки, этапы жизни моей, изменения в духовном плане, в каких-то сферах, да, вы тоже можете задавать вопросы в комментариях, и я на них, возможно, я не знаю почему, но Бог ведет меня так, что, возможно, я на них отвечу также в видеоформате. Продолжим. Мы полетели там в Крым, долго в Крыму. В Крыму мы в основном, я узнавала Бога, и этот этап был нужен для того, чтобы потом нести этого Бога, эти настоящие взаимоотношения с Богом в мир. Они просто высосаны из пальца знания. Когда мы прилетели в Дубай, я уже чувствовала, что я делаю что-то бессмысленно. Я просто снимала Дубай, это было так красиво, и опять оно все возвращается, и вроде бы я с Богом уже, и вроде бы я уже счастлива, но все равно снимаю ерунду какую-то, потому что она не ведет людей к Богу. В этот момент у нас шли переговоры также по ТикТоку, готовились сценарии наперед, да, чтобы это не было так, что мы один день выложили ролик, и потом неделю не выкладываем. Это было так, что заготовано минимум 30 сценариев. Продумано, да, первое время мы работали также с человеком, который нам помогал. Далее мы все это отснимали заранее, и чтобы уже наперед был контент, чтобы мы его могли выкладывать и не двигаться в спешке. Кстати, этому также учат планеры, о котором я расскажу, о котором вообще я рассказывала в Инстаграме. И вот, слава богу, мы возвращаемся в Крым, не суть, что в Дубае было плохо, в Дубае было классно, я к тому, что мы возвращаемся в Крым, и я начинаю делать то, к чему меня призывал Бог очень давно, но именно в этот момент он сказал, что все, можно начинать. Вы можете спросить, как он сказал? Это не происходит, что бог мне проговорил это вслух, и я услышала его голос, хотя есть такие случаи, когда реально люди слышат голос реальный. Но это внутренний голос, но не внутренний голос вас, а так как вы развиваете отношения с богом, вы начинаете лучше слышать, что он вам проговаривает. И поэтому я это чувствовала. И как еще можно, ну допустим, распознать, говорит ли вам голос своего, я голос бога или голос кого-то другого, да? Если это вам сказал бог, то то, что вы сделаете, даст вам результат. Это просто элементарный вывод. Если вы что-то сделали, и это не дало результат, может быть, это и сказал вам бог, просто это даст результат чуть позже. Но если это в целом вообще вы не видите, что что-то изменилось через какой-то промежуток времени и очень долгий промежуток времени, то, скорее всего, это сказали вы сами себе. Понятное дело, что есть какие-то вещи, которые могут и 10 лет не сбыться. Но я говорю о вещах, которые могут дать результат в каком-то краткосрочном периоде. Нужна водичка мне. Теперь я понимаю, почему всегда, когда кто-то на сцене выступает, у них всегда им ставят воду. Я, ну вот знаете, всегда смотрела и думала, почему они не так много пьют. Я тоже пью воду, я люблю воду, мы постоянно пьем воду с Ильей. Но однажды, вот недавно мы провели мастер-класс по ТикТоку о том, как вести ТикТок на христианскую тематику или же как вести ТикТок вообще в целом тематику, как там стать успешным. Кстати, если вы хотите, у нас это видео загружено в закрытом доступе. Вы можете мне написать и, возможно, я вам его скину. И там очень-очень много наших знаний по ТикТоку. Я теперь понимаю, почему люди пьют воду так много, потому что голос, он просто как будто бы требует. То есть ты много говоришь. Либо это все приходит с возрастом, потому что когда я снимала видео на YouTube лет 5 назад, у меня такого не было. Либо я меньше говорила, либо что-то происходит с голосом, либо я как бы, да, мне уже 24. Так что пьем водичку. И вот мы начали снимать ТикТок, и ролики начали заходить. И мы видели плоды. Мы видели, что это пришло в то самое время, когда это было нужно. Если бы мы начали это год назад, когда мы еще не были готовы, это не дало бы такого плода. И в данный момент у меня есть очень хорошая новость. Мы выпускаем планер IQ+, по достижению успеха. Я думаю, что вы об этом слышали не раз, наверное, на канале, что я люблю планировать. У меня есть отдельные плейлисты, где я раньше планировала и рассказывала о том, как вообще правильно планировать. С того момента, когда мы еще были в Калининграде, в нашем сердце родилась именно мечта создать свой собственный планер, который будет не просто блокнотом для записи целей на каждый день, но в целом как книгой по достижению успеха, но и с практической частью. Мы сейчас запускаем на просторы книжных магазинов и также в доставку планеры IQ+. Как они будут выглядеть, вы можете, кстати, сами посмотреть. Вы также можете написать в комментариях, какая обложка вам больше нравится. Я, конечно же, не буду показывать вам в данный момент, как выглядит весь блокнот, потому что у меня его нет в наличии. Он находится сейчас в России, а мы находимся в Доминиканской республике. Но когда он к нам придет, дай бог, возможно, я запишу видео об этом либо на Инстаграм, либо на Ютуб, о том, как он выглядит, как его заполнять, мне уже самой не терпится. Коротко скажу, это не просто планер, это книга с выжимкой знаний за весь период нашей жизни, благодаря которым мы приходили к успеху. Эти правила, они работают беспрекословно. Они работают, потому что их также создал Бог. И также наш планер создан на основе Священного Писания. В первой части вы узнаете, как правильно прописывать свою мечту, как правильно прописывать свои цели, как визуализировать. Во второй части вы больше узнаете, как планировать грамотно свой день так, чтобы вы также могли продвигаться к успеху, а не просто планировали ради планирования. Потому что там также будут подведения итогов дня, подведения итогов недели. Если вы, допустим, много раз уже пробовали начинать планировать, но у вас не получалось, вы все время откладывали, то, скорее всего, для вас планирование не стало именно, знаете, как такой волшебной частью дня. Оно для вас как рутина, которая вам не нравится. И типа, ну, планирую и планирую. Но благодаря этому планеру ваше время для планирования, вы будете его ожидать просто каждый день. И с нетерпением будете относиться к нему очень уважительно. Там, может быть, зажигать свечку, чаек. И вы будете жаждать этого времени чуть ли не целый день, как бы подвести вам итоги дня или записать план на следующий день. Я вас уверяю, в моей жизни это произошло так. Я также верю, что в вашей жизни это тоже принесет очень много изменений. Если вы хотите заказать этот планер, вы можете написать мне на WhatsApp. Я оставлю свой номер телефона в описании под видео. Вы можете написать. И мы забронируем за вами блокнот, потому что в данный момент мы запускаем маленькую партию, чтобы просто протестировать, каково это, как это работает. И дальше уже будем отталкиваться от количества заявок и количества желающих людей. У меня, наверное, было бы много, чем бы я хотела с вами поделиться. Но я думаю, для такого первого выхода в свет на YouTube это во времени больше, чем достаточно. И я благодарю каждого, кто сейчас досмотрел это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. И помните, что все, что не делается, все к лучшему. Ваши мечты, они действительно осуществимы. С Богом все реально. Вы можете отследить по моей жизни, что она действительно является плодом, конечно же, в первую очередь, влияния Бога на мою жизнь. Но также мы не должны просто сидеть, сложа руки. Мы должны тоже что-то предпринимать, делать что-то для того, чтобы Бог мог проявиться через эти сферы. Поэтому вы можете видеть, да, в данный момент мы находимся в Доминиканской Республике. Здесь очень красиво. Я нахожусь с мужчиной мечты, с моим драгоценным супругом. Слава Богу, во всех сферах идет рост. Благодарим Бога за это, за то, что Он так изменил нашу жизнь. Потому что то, что было до, и то, что вы видели в Идово, Бали, Индия, вообще тоже много путешествий, много разных изменений в жизни. Они все были тоже классными. Но в них, к сожалению, не было Бога, именно искренних отношений с Богом. Сейчас они есть. Это небо и земля. Всех люблю и благословляю вас. Еще раз. И помните, что все, что не делается, все к лучшему. Пока-пока. Ну, не забудьте, конечно же, поставить палец вверх. Подписаться на канал, если вы не подписаны. И оставить комментарий внизу, рады ли вы возвращению. Или же вы думаете, что стоит завести новый канал. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Пока-пока.